Наша архитектура. Здание женского монастыря. Колониальные власти царской России уделяли довольно много внимания обращению населения колоний в христианскую веру. С этой целью в 1894 году было решено начать строительство специального комплекса зданий для размещения в них духовной миссии для обращения казахских детей в христианство. Комплекс зданий миссии было решено возвести в Заречной Слободе, левобережной части города Семипалатинска. 12 июня 1895 года была завершена закладка миссионерской церкви и дома для начальника казахской миссии с домовой церкви во имя апостолов Петра и Павла. Первым начальником миссии был назначен архимандрит Сергий. Начало гражданской войны прервало работу миссии. Предположительно, в 1918 году она была закрыта. После смены государственного строя здание находилось в ведении разных учреждений. В нем размещались в разное время турксибский госпиталь, разные государственные структуры, а также учебные заведения. В 1962 году здание было реконструировано и передано Семипалатинскому топографическому техникуму. В суверенном Казахстане налажен конструктивный межконфессиональный диалог и отработан эффективный механизм сотрудничества власти с различными религиозными общинами. В свете подобных изменений в 1994 году решением Акима Семипалатинской области здание было передано верующим. Так начала действовать церковь во имя апостолов Петра и Павла. С 1 мая 1996 года при храме был образован женский монастырь. С 15 января 1997 года монашеская община была официально зарегистрирована как Знаменско-Петропавловский женский монастырь. Здание монастыря двухэтажное, кирпичное, поверхности сена штукатурены, имеет сложный план, пример культовой архитектуры XIX века. Акцентирует внимание центральная часть фасада, она выделена эркером, который завершается вверху на уровне последнего верхнего этажа с балконами и балюстрадой по контуру. Цокольный этаж отличается своей тонкостью с едва заметной тягой. Окна сдвоенные. Первоначальный вид здания был изменен. В 1954-1956 годах была осуществлена пристройка второго этажа, что не испортило облик здания, а напротив придало ему величественный вид. Здание монастыря является памятником культовой архитектуры и входит в государственный список памятников историко-культурного наследия Республики Казахстан. Редактор субтитров А.Семкин